Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Аня, студентка-комсомолка просто красавица. Ты просто красавица, ты хочешь заниматься фитнесом, чтобы улучшить свое тело, да? Да, конечно. И ты уже занималась? Ну, как-то было дело. Было? Да. И, ну как, результат был? Ну, скажем так, мне не хватило системы, организованности, тренера, наставника, который бы мне подсказал. Можно я? Ну, очень бы хотелось. Наставники, да. Окей. Ну, я вижу, что ты выглядишь замечательно. Единственное, что, наверное, есть какая-то группа мышц, в которой ты особенно хочешь уделить внимание. Дай я угадаю, какая. Наверное, это можно посмотреть. Можно, конечно. О, все очень красиво. Но мне кажется, внутренняя часть бедра, да? Да, конечно. Десяточку. Десяточку. Да. Поэтому мы сегодня будем делать упражнения для этой группы мышц. Окей. Ну что, одно из самых эффективных упражнений для внутренней части бедра – это пледе приседания. Хотелось бы, чтобы ты мне показал, каких делать. Становишься лицом туда, разбегаешь ноги, чтобы обращать внутреннюю часть бедра. Нет, ну так ты, во-первых, себе проводишь коллеги, во-вторых, у тебя вместо внутренней части бедра заключается внешняя часть. Значит, что нам это делать? Ставим ноги очень широко, два раза шире. Ну, спеши, проделай метод. Чтобы научиться технике, нужно медленно сначала делать, без веса. Угу. Смотри, поставим ноги почти в сторону. Не в сторону, но почти в сторону. Еще больше. Еще разорачивай носочки. Так, этот носочек хороший, этот платочек. Ну, нормально. Нормально. В одинаковой степени главное обрежать носки. Вот так. Все, замык. А теперь держа спину ровно и наклоняйся. Не назад, не вперед и не выпячивая ногу. Приседаем. Так, хорошо. Давай. Пять раз. Ты должна почувствовать, что у тебя приятное растягивание такое. Чувствуешь, как растягиваются мышцы? Да. С внутренней стороны. То есть растяжка, я вижу, у тебя хорошая. Садишься в шпагат? Раньше садилась, давно не пробовала. Сейчас испарим. Работаем. Работаем по-лучше. Да. Давайте работаем. Ты должна быть сегодня очень работящей девочкой. Так, идеально прямая спинка. Подбородок не опускаем. Горова поднято. Дышим. Вверх выдох. Вниз вдох. Почти во всех упражнениях выдох в сторону сокращения мышц. Так. Еще раз еще. Ну что, уже что-то почувствовала, да? Да. Это будет моим любимым упражнением. Правда? Да. У нас в кадре появляется гантелька, в которой ты будешь включать в себя, прокачивать мышцы между ногами. Держи меня вот так вот. Угу. Прошу. Взяли. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не падай. Это маленькая гантель. 12 кг. Ничего себе. Ручки прямо. Угу. Сперку прямо. Если ты будешь это делать, будет легче. И попробуй колени разводим в сторону и приседаем. Вдох. И встаем. Ну как, очень тяжело? Я справлюсь. Я стану сзади и буду помогать. Давай. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. В принципе, это упражнение можно и дома делать, если ты найдешь какую-нибудь гантельку. Бутылочка воды подойдет? Ну если бидончик. Или еще чего-либо. Ну еще чего-либо это опасно. Вдох. Вдох. И еще пару раз. Ну как, получше эффект пошел. Да. Я прям чувствую, как работает каждая мышца. Каждая. А мышца у нас есть везде. Еще раз. Встает и стоит. Теперь научимся правильно ставить. Смотри. Очень важно, чтобы не повредить спину. Поку назад присела и прямой спиной поставим. Приседай. Поку назад присела. Все. Бросать. Видишь, когда не повредила спину. Если мы будем вот так вот поднимать эту гантельку, можно повредить спину. То есть это техника безопасного взятия реза с пола. И точно так же сейчас попробуем взять вес и сделать еще пять раз. Поку назад спина ровная. Встаем. Встаем. Идеально. Давай еще раз покажем наш интеллект. Чтобы вы видели, как правильно брать вес. Девушки, чтобы не формировать спину при домашних мини-рубках. Поворачиваемся лицом по ней. И становимся в такую же красивую сексуальную позу. Отлично. Ты уже научилась правильно стоять в позе. Угу. Теперь прямые ручки. Позволь я чуть-чуть. Угу. И поехали. llegая на океино. Этихиetsặt. Пошли! Говно аккум 20 Code о года. Продолжigten динам включительно это нет. energetic дрировать-комфорт liegt в голову. Этихиetsатский процесс натуральная цифровииня в голову. Зд handles это работает. А теперь прямые динамы ninety-фига. Этихиiran. Хорошо. Голос выше. И старух. Развлекает вопрос, какие ты мышцы лучше почувствовала? Внутреннюю часть бедра или ягодичные мышцы? Наверное, внутреннюю часть бедра, хотя, в принципе, я чувствую те и другие после таких упражнений. Чтобы попа не забирала всю нагрузку, почти всю, которую я должна делась на внутреннюю часть бедра, ты должна научиться, делая именно это упражнение, не отводить таз назад. То есть все движение, второе, за счет голени здоровья. Давай еще сделаем один подход, чтобы научиться, и чтобы все увидели, как нужно держать ягодичные мышцы, чтобы нагрузка шла на ту ту неповеренность. Ну что ж, это упражнение очень эффективное, которое мы сделали. Но следующее упражнение, это тоже тяжелая артиллерия, направленная на то же место. Мы сейчас должны будем тебя в позу лежа переместить. И лежа на спине в специальном тренажере, ты будешь делать жим с широкой постановкой ног. Не расстановкой, а постановкой. Вот, и принцип очень похожий. Но основной принцип с точки зрения техники, чтобы куда смотрят носки, туда смотрели и колени. Потому что если у тебя носки в сторону, а колени вперед, это вредно для коленных суставов. Ложись. Тяжело? Ну, чувствуется. Ну давай с помощью. Во-первых, нельзя колени до конца выправлять, они чуть сухие всегда. Опускаем, выжимаем. Опускаем, вдох. Выжимаем, выдох. До конца колени не раздвигаем. Еще разочек. И еще последний. Давай, терпи. Все, молодец. No pain, no gain. Никуда не денешься. А теперь мы добавим маленький блинчик. О, боже. И тебе придется поработать все более и более жестко. Так, проверяем ножку. Смотри, еще раз показываю. Если носки стоят вот так, да, а колени сводятся вот так, это получается вредная, разрушающая нагрузка на коленный сустав. Поэтому куда? Вот если ты так поставишь ноги, да, колено должно смотреть на носок. Оно не может выдвигаться сюда. Точно так же, если ты ставишь ноги, это широкая постановка, то колено должно идти в ту же плоскость, что его, смотри, видишь, две плоскости. Да. Если они будут нарушаться вот так, это будет вредно для других суставов. Ну что ж, с большим весом я понимаю, сочувствую, я тебя подкаркую, не бойся. Поехали. По поводу амплитуды. Должно делать, работаем максимально глубоко, когда вес поменьше. Когда вес побольше, можно сделать немножко меньше амплитуды, чтобы было безопасно. Но колени хорошо разводить в сторону, все равно. Но вот именно это упражнение, колени, колени, разведи, именно это упражнение нужно делать с амплитудой побольше. Двигаем, выдвигаем, заканчиваем, заканчиваем, отлично. Очень хорошо. Что еще я тебе скажу? И в первом упражнении в этом, ты должна делать где-то первый, потом 15 раз с верхним весом. И потом 2-3 подхода вот с таким весом, чтобы на 10-ом максимум повторения ты уже просто умирал. Вот так, как сейчас. Как и сейчас, да. Да. 2-3 подхода. То есть первое упражнение при задании вверх. Разминка 15, 2-3 подхода по 10 с большой нагрузкой. И точно так же же ногами в тренажере 15, 10, 10. И можно переходить на следующее упражнение уже для внутренней части бедра тоже, но в тренажере для сведения и разведения ног. Супер. Пошли? Да, пойдем. Поехали. Ну что ж, следующее упражнение называется сведение ног в тренажере. И если многие девушки удивляются, почему они в этом тренажере занимаются, эффекта нет. Потому что это упражнение работает только после выполнения базовых упражнений, которые мы только что сделали. Это приседание пледия с весом, с вверх, с вверх, без веса тоже не работает. И в тренажере жим ногами с широкой плотной пленок, и только после этого будет какой-то эффект, и начнут приносить эти сведения. Вот тренажер по сведению, присаживайся. Раз, садишься, спиночку ровненько, ножки развели, сидим, да, ровная спиночка, обутачиваемся сиденье, и сводим ножки, выдох. Раз, и два, и три. Тяжело, да? Ну, есть чуть-чуть, да, но приятная боль. Есть пословица тяжело в зале, легко на пляже. Это да. Так что ты его своди еще раз. Чувствуешь тут? Чувствую, конечно. Отлично. Значит, внутренне сейчас бедра, работай. И это хорошо. Мы ее заставили. Заставили. Все, останавливаемся, с нижней ножки, вес великолепный. Нужно так подобрать вес, чтобы ты тоже 15 раз могла сделать. Потому что эту мышцу очень легко подтянуть. Ты же не хочешь, чтобы у тебя было международное растяжение? Нет, 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 не хочу. То есть, тебе надо постепенно разогреваться и растяжку делать перед этим упражнением нежелательно. Если ты будешь снять шпагат, то уже после тренируешься. И тогда, кстати, растяжка будет проходить более эффективно, потому что эти мышцы уже у тебя разогреты, и ты сможешь растянуться. Супер, хочу. В доле восьмой, которую ты захочешь. Ну что ж, выполним еще один подходик, чтобы уже добить окончательно. А я немножко уменьшу вес, потому что мне показалось, что тебе слишком тяжело. Давай, разводим ножки, опять закидываем. И в среднем темпе выполняем выдох и сокращаем мышцы внутренней части бедра. Вдох, растягиваем, выдох, сокращаем, вдох растягиваем, работаем, 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 работаем. Ай, давно я так не работала. Болит? Ну, есть немножечко ощущения. Поработаем, ослабись этим ощущением. Давай, давай, еще, наличь. Не сдерживай себя. Давай, действуй. Я завтра проснуться встать с постели смогу. Дай себе, дай себе вырваться зверю наружу. Давай. Еще разочек. Я вижу, ты ничего не чувствуешь. Нет, мне очень тяжело. Давай, давай, давай. Сидишь, как мышка. Ой, еще разочек. Я уже чувствую эффект. Ну вот, достаточно. Ну что, ты почувствовала что-то вроде мышечного экстаза? А, да, почувствовала. Спасибо. Тогда мы заканчиваем нашу программу для тренировки внутренней части бедра. И, если ты придешь к нам еще раз, мы потренируем другие мышцы. Обязательно. Например, твою пупу. А кто хочет, чтобы мы потренировали нашу новую героиню пупу, как следующее, во всевозможных наклонах, упражнениях, жимах, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А вот и закончилась моя первая тренировка в Киеве, в клубе «Бицепс». Очень приятно, что ты приехал с Москвы, с клуба МДФИТ, прям для того, чтобы меня потренировать. Очень здорово. Ну, нужно же навести свой куб хотя бы в разной неделе, чтобы посмотреть, что ты творился. И последние профессиональные девушки в Украине хотят заняться спортом и получить хорошую программу. Кстати, программа – это очень важно, потому что можно просто за ключи упражнений хаотично их выполнять. И понятно, что эффекта нет. То есть, если у тебя есть классная программа упражнений, то это пол-дела. Как же получить программу? Можно зайти на мой сайт bizeps.ua. И, в общем-то, в разделе программы упражнений, там есть раздел для женщин программы, есть все. Куча, для мужчин, для женщин. Очень много программ. Для девушек, для родственников, как сейчас я выпускаю, для мужчин. То есть, каждый может совершенно бесплатно получить программу для себя. Ну, а если хочется, чтобы индивидуально выбрать программу именно я, которая именно вам подходит, или составила именно для вас, потому что это самый лучший вариант. Ведь, допустим, одной девушке надо внутреннюю часть бедра больше сушить, да, а другой, наоборот, надо ее наращивать, потому что, допустим, между ног есть нежелательное пространство, да. То есть, можно противоположные иметь цели. Одна хочет подсушить живот, другая – куху накачать, третья – и той – и другая. То же самое мужчины. Поэтому, если вы будете индивидуальны, то вам помогут тренировки по скайпу. Я могу вам подбирать, уже глядя на вас, и в камеру, на ваших камерах, разбирать то, что нужно вам. Но, в принципе, и эти стандартные программы многим помогают, и я надеюсь, что тебе помогут. Да, я в это верю. А в следующем выпуске смотрим на ягодичные мышцы. Аня и получаем классные сутки. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!